Богатеньких и военных. Всё равно это никогда не будет моим. Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня невесты Ольга, Екатерина и Елена. А жених у нас Дмитрий. Здрасте. Проходите. Дмитрий. 50 лет. Достигнув солидного возраста, влюбился как мальчишка в юную особу. Но она как ни старалась, так и не смогла разглядеть в нём ровесников. Дмитрий – капитан запаса, совладелец агрохозяйственного предприятия, готовит блюда индонезийской кухни и раз в неделю стреляет в тире. Мечтает научиться управлять вертолётом. Признаётся, что не доверяет банковским карточкам и не носит головных уборов. Дмитрий обходит стороной ярых поклонниц шансона и женщин с гипертрофированным чувством собственного достоинства. Женится настроенной, чувственной обладательнице длинных волос, которая никогда не поставит под сомнение его авторитет. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела бы начать с приятного. Спасибо. Маленький презент. Спасибо. Спасибо вам огромное. Хорошая жизнь. Галантность, цвета. Надо брать. Похудею. Мне кажется, что они такие осенние, скорее, нет? Василиса, ты всё знаешь про символы и про языки любви. А вот эти вот, астрочки. Астрочки, да. Но они как раз чисто осенние. Осенние, да? Выбирать моя дочь. Я полностью доверяю. Это ваша дочь? Да, моя дочь. А я уже хотела прицепиться и сказать. А это племянница, да? Такие барышни рядом с вами. Красавица. Дочка очень у него красивая. Я бы даже и не сказала, что это его дочка. Дмитрий, сколько вам лет было, когда вы влюбились как мальчишка в юную особу? Мне было 45 лет. А ей? Ей 25. Достаточно большая разница была. Как вы знакомились? Познакомились. Я приехал в банк по надобности, а она служащая банка. Когда я её увидел, её красота и очарование, конечно, вот сразили меня. Я начал... Ну, я вообще по своей сути консервативен. Для меня сложно просто так подойти и познакомиться. Поэтому я придумал историю, что мои друзья организуют покатушки на самолётах легкомоторных и предложил ей полетать. Но вы-то на аэродром на крыльях любви, а она... Да. Это послужило поводом для нашего общения через смс-ки, звонки и так далее. Ой, очень приятно. Очень харизматичный. Намного лучше, чем на фотографии. Ну и как? Вместе съехали, стали жить? Да, да, да. Сразу? Прошло месяца три, мы стали жить вместе. Но к отношениям я относился с осторожностью, потому что у меня не было опыта с такой возрастной разницей. У вас стали съедать комплексы, да? Ну, даже не комплексы. Я из принципа 7 раз отмерь, да, 1 раз женюсь. Ну, правильно, да, да. А она, наоборот, она питала ко мне чувства, не скрывала, задавала вопросы о жене, беодетях и так далее. Вот в таком режиме год. Потом, наоборот, мои чувства по амплитуде стали увеличиваться. Потому что вы же взрослая, у вас же время-то по-другому отсечет. Да, я стал привыкать, да, мне... Распочегарился уже. Конечно. А она уже, у нее перегорело. Да, да, да. Она, видимо, перегорела, появилось отчуждение, равнодушие. И это чувствовалось, это чувствовалось во всем. С ней что-то случилось? Что случилось? Даниил. Он рассказывает о своей жизни сейчас. А как случилось, что вы ей разрешили Новые Года встречать без вас? Это уже на третий год было, когда уже я чувствовал, что идет у нас разлад. И Новый Год послужил как бы вот финалом. Она сказала, что хочет встречать ее со своими друзьями. Она устала со мной. Ей не интересно. А вам было с ее друзьями комфортно? Нет. Я в ее компании чувствовал себя как слон в посудной лавке. Мне кажется, странно то, что они Новый Год и праздники какие-то раздельно проводили. Ну да, это уже ненормально. Ну, любовь побеждает все, и бывают всякие истории. Послушайте, а у нас тут одна звезда, все знают на слуху, женился в 60 лет на молодухе. Я встретилась, даже не могла ржать свой скрыть. Во-первых, покрасил волосы. Во-вторых, видать, его жена одевает рубаха, значит, расстегнута, вот эти седые волосики уже так взбодренные. В общем, это, конечно, комично. Длинные волосы. А можно и достойно носить свои седые волосы и гордиться опытом и быть полезным для молодухи. Ну, конечно, Дмитрий. Ваша барышня ждала, что вы ее замуж позовете? Тогда бы все было стабильно. Да, первый год нашего совместного проживания она это ждала. Встречался целый год и предложений не делал. С такой разницей еще в возрасте. Да, поэтому она мозг включила. У нее же тоже родители есть, в конце концов. А вы прямо точно хотите жениться на ней? А где ваша жена бывшая? Вот где мама дочки? Ну, мама дочки в Москве, находится в Москве. Отношения с ней, ну, то есть я поддерживаю, нормальные. Вкратце, у нас был очень ранний брак. Мы были совершенными детьми. То есть я тогда работал 70 километров от Москвы, ну, военным служил в воинской части. Приезжал там раз в две недели домой. Мы только любили друг друга, у нас не хватало времени там на скандалы, там ссоры и так далее. И все изменилось, когда я уже перевелся в Москву. В общем, смотрите, вам сейчас 50 лет, у вас только одна 27-летняя дочь. Нет, нет. У меня еще был брак от него, младшая дочь, которой 12 лет. Да. Ты бы хотела, чтобы такой мужчина был с нами? Он тоже самым, как в компании... Не знаю. Ну, а ты честно можешь мне сказать? Честно, знаю. Я-то знаю, что вы богатенькие. Я люблю богатеньких и военных. У нас видео есть. Спасибо, и удачи. Давай поженимся за то, что эту красивейшую землю увидят наши телезрители. Мне, например, все равно, что у него есть, потому что ты сама можешь уже все, что хочешь. Все равно это никогда не будет моим, по-любому. Что хочется молодуху, да, осталось только найти такую, которая согласилась бы. Ну, я-то на вашей стороне... Да я думаю, мы бегут, что белями строим. Ну, а то мы речь. Хотите детей еще? Я, конечно, не ставлю это обязательным условием, но был бы несказанно рад. Ну, вы смотрите, возрастные, так сказать, ограничения выше какого возраста не рассматриваете? Ну, сложно сказать выше какого. Ну, наверное, детородный возраст. А есть ли у нее уже есть дети? Ну, у меня тоже есть. Катя, он хочет детей. Да, это очень хорошо, мам, потому что я так хочу дочку еще. Золотой жених, Роза, золотой. Ничего от вас, никакой нет агрессии. Почти нет никаких вопросов. А мне очень нравится и племянница ваша, и ваша дочка. Похожи на вас. Вы очень интересны. И я желаю вам самого лучшего и самую сегодня интересную, и самую прелестную. Спасибо. Розалия. Я уже, наверное, в том возрасте, и я рада этому, что наконец до меня дошло, что счастье не только в теле и в наслаждении. Что тут что-то нужно еще, что-то такое. Потому что мне приятно... Хорошо, ты в полтинник это поняла. Молодец. Представляешь? И мне так приятно думать, осознавать, что я должна не просто держать марку, а потому что, чтобы мои дети гордились мной. И очень бы хотелось, чтобы и мужчина как-то тоже вовремя просыпался и думал об этих вещах, потому что, вот как Лариса говорит, каждый возраст имеет свой кодекс. Сейчас я понимаю, про что она говорит. Сегодня вам, говорит Дмитрий, бессмысленно в этом отношении, потому что вы еще хотите. А вот, в конце концов, имеете право. Ну вот интересно, что очень много плюсов у него. Пока я минусов не вижу никаких, и мне было бы интересно узнать, потому что это не плюс. Очень хороший шампунь, рекомендую. Я им пользовалась, от него волосы становятся очень шелковистые. С шампунем лошадиная сила наши участницы точно обретут счастье в личной жизни. Потому что роскошные волосы – это самый короткий путь к сердцу мужчины. Запомните это. Ой, Василисочка, я думаю, что тебя не видят ни дочка, ни племянница. Дай мне цветочки, я поставлю на пол. Спасибо, дорогая. Ну, рассказывай, что там по звездам. В ближайшие два года остаться без романа вам будет крайне сложно. Сегодня или завтра, или через две недели, или через год. Но обязательно нужная женщина отыщется. И вот эти два года, 2016-й, 2017-й, они просто ваша путеводная звезда в личной жизни. Искренне вам желаю, чтобы этот роман состоялся, был удачным, красивым. Нам нужна молодая, живая, непосредственно оригиналка с какими-то необычными увлечениями. Ну, может быть, не пугающе необычными, но достаточно оригинальными, чтобы вас заинтересовать. Ну, и будьте готовы к тому, что вы человек, который всю жизнь ратовал за личную свободу и не любит, когда на него оказывают давление. Теперь уже вы должны будете женщине давать свободу. То есть оригиналка типа Жанны Агузаровой? Нет. У меня пока вот лично, девочки, первое впечатление, что он мне нравится, я бы смогла. От него такой уверенностью веет. Что ты говоришь, у него два года. Это вот жениться надо, да, если не успеет жениться, значит в следующий раз. Нет, я говорю, что эти... Я вообще про любовь, Рос, больше любую говорить. Эти два года точно подарят чувства. А вот будет ли он готов жениться, уже зависит от того, какая девушка встретится на жизненной пути. Это зависит от того, что мы ему в мозг положим, и как его испугаем. А то в следующий раз лет только через 20 лет живет, конечно. Знакомьтесь, сидите с первой невестой. Удачи. Берег, добрый вечер. Очень рада нашему знакомству. Я очень сильно волнуюсь. Очень рад. Спасибо большое. Примите, пожалуйста, от меня. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТОЕ ВИЗАЖИСТЕ ВИЗАЖИСТЕ В САЛОНЕ КРАСОТЫ. Чтобы избавиться от натиска бывшего избранника, Ольге пришлось притвориться мертвой. Надеется, что с Дмитрием ей не придется лукавить. АПЛОДИСМЕНТОЕ ВИЗАЖИСТЕ В САЛОНЕ КРАСОТОЕ ВИЗАЖИСТЕ ВИЗАЙ САЛОНЕ КРАСОТО. Ну, а чего там правда лучше уж иногда притвориться мертвой? Типа умерла так умерла, да? Чем доказывать ему, что ты его не хочешь? И тебе голова болит? Не говори. А вы к нам с гостинцами. Да. Но мы не будем притворяться, что мы мёртвые. Это оставь, я сейчас порежу. Вот тут уже с гостинками, похоже, шикарно. Ты с перегонами. Всем рассказываю, это неживое всё мы едим, поэтому мы не жрём, мы вкушаем. Мне пишут всё время, хватит жрать, поковыряй. То есть это бутафория такая, да? Ларис, на, поковыряй. Пока не висит. Бутафория. У меня даже рука не поднимется, очень красивая бутафория. Очень красивая. Я тоже хочу попробовать этот торт. Рассказывайте, как вы притворились, что это такое должно было произойти? Ну, у меня был жених, был спортсмен, бодибилдер. Мы с ним очень долго встречались, но он был очень ревнивый. То есть он мог меня караулить постоянно около дома. Если я в магазине где-то, он звонит, то в магазин я говорю, да. Он в каком? И всегда приезжал. И когда мы с ним расстались, я начала встречаться с другим молодым человеком. А вы прям расстались уже окончательно? Да. Вы друг другу сказали, все, прошла любовь, там бла-бла-бла. И вот вы идете уже на свидание с другим возлюбленным. И открывают дверь. Ага. И стоит он. И говорит, ты никуда не пойдешь. То есть он выхватил у меня телефон, забрал сумку, домой он меня не пускал, вниз он меня не пускал. Ну что, вот так набрасывается на человека, отбирает сумку, телефон. Ревнивый. А уже сколько вы часов вместе не жили, сколько прошло, как расстались? Да, ну месяц точно прошел. А месяц аж? Нет. Он следил за мной очень долго. Нет, ну это в целом частая история. Солкнулись два поклонника, один почти бывший у дома. Ну и чего? Он меня не пускал, не домой, не пускал на улицу. В принципе, почему же он тогда так делал? Ну ревнивый, да, ну значит подавала повод, получается. Тоже не очень хорошо. Новый молодой человек меня ждал внизу в машине где-то около часа. Ну подумал, что я не пойду. А тревожная кнопка? Кричать караул в окно, убивают. Соседями стыдно, я поэтому не стала. Оль, скажите, пожалуйста, ну когда, знаете, когда реальная угроза жизни, тогда не думаешь о том, стыдно или не стыдно. Тогда кричишь караул. Лучше пожар. Да. Быстро отвлекается. Так из дома-то все-таки вырвались вы? Через час, да. А в смысле он заснул, что ли? Нет, он увидел в окошко то, что молодой человек уехал и сказал, иди им. Когда я спустилась вниз, я сказала то, что его накажут за это. Вот, кстати, нельзя угрожать насильникам никогда, это правило безопасности. Говорить наоборот. А потом, что уже бежать, если уехать? Да, и ничего, что не запомнила, в глаза лучше не смотреть. Вот он достал пистолет. Я уж не знаю, какой он настоящий, не настоящий был. Сказал то, что сейчас я тебя посажу в машину, и мы поедем далеко, и все. И вы ведь поехали, он вас вывез куда-то. В итоге он меня взял за шкирку, потащил, но я думала, что делать, потому что он был неадекватный и кричал очень громко. Я притворилась, как будто все, я упала в обморок, мне плохо. Он очень сильно испугался, схватил меня на руки, положил на лавочку. Тут соседка со второго этажа увидела, она в милиции работала, спустилась вниз. Говорит, что сейчас в милицию позвонит, он отпугался, уехал. Надо же, какие истории такие бывают, что девушка вела, притворилась мертвой. Интересно, я тоже такое слышу. А нормальные мужчины встречались на вашем пути? Нет. Почему, как думаете? Вам 31 год. Ну, дело точно не во мне, они не попадались. Вот мужчина, который любил порнофильм смотреть... Это мой муж, бывший. А, то есть вы заваживаете с ним? Детей-то были. А что вас не устраивало? Ну, это ужасно. Я вышла замуж на тот момент, потому что мне все говорили, надо выйти замуж, надо выйти замуж. Хотя, как бы, мне одно было хорошее. А он заставлял вас смотреть? Или просто он нагуливал аппетит? Нет, у нас были разные ноутбуки, и в один прекрасный день я просто залезла, мне что-то нужное было. Ну, мерзенье есть, да? Мне было очень неприятно. Как вы, Лариса, нравится. Слушай, смотри, потихонечку щиплет тортик. Молодец. У вас в один день день рождения с Дмитрием. А, мы рыба? Да. Вы не только рыба, у вас еще и у каждого луна в близнецах. То есть, то, что касается бытовой реальности, вас будет крепко связывать. Вы, судя по всему, одинаково любите проводить свободное время. У вас еще и Юпитер воздушный, а для вас Юпитер это вообще ведущая планета карты. Ну, то есть, есть много факторов, которые облегчают взаимопонимание. То есть, если вы где-то будете отдыхать или что-то, то, ну, вы просто родственники. Похоже, очень похоже внешне, да? Масть одна. Тут вот если вы, дочка, и Дмитрий куда-то поедете, то... А не смущает возраст, нет? 20 лет почти разница. Ну, я думаю, что если вас не смущает, а вы этот возраст именно хотели, то ничего не мешает вам сейчас выбрать один из бонусов. Свидание наедине, скелет в шкафу или семейная тайна, или традиция. Давайте скелет в шкафу. Давайте скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Ту-ту-ту-ту. Что такое? Спички. Что это? Спички для туристов? Вы поджигательница? Нет. А что? Просто, ну, как бы за всю мою жизнь у меня было две печальных истории. У меня мама, когда была мной беременна, на четвёртый месяц у меня погиб отец. А по тем временам он работал на заводе. Ну, как пожар там был. А он был спортсменом, то есть он двух людей спас, а сам уже не успел спастись. А потом второй случай, это когда у меня уже мама второй раз вышла замуж, у меня был родной брат. Я сейчас заплачу. Ну, что случилось? Сейчас. Я просто когда про него сперю, я всегда плачу. Что случилось с братом Олечка? Он погиб. Сгорел? Нет, он погиб позже. Просто тоже была печальная история. По дому был пожар внизу, а он был маленький, я была маленькая. У нас мама, у неё магазин с мясом. Она уезжает очень рано мясо закупать. Я прослала с того, что не могла дышать. Вот. И брат разбудил. Я помню, мы в школе, но уже приходили повязки, нужно было делать. Я сделала. Я говорю, давай. Ты введём в коридор, ты выбежишь в одну сторону. Там общий балкон был. Вот. А когда мы выбежали, я не сказала, то есть в какую сторону, влево или вправо бежать. Вот. Я просто убежала в другую сторону, а он в другую. И он там кричал, я вздыхаюсь, помоги мне, помоги мне. Ну хорошо. Сколько было вам лет? Ну, лет 10, наверное, было, может, побольше. Ну, был лет 7-6, ну, маленький он был. Вот. В общем, вы с тех пор боитесь дыма, да? Боитесь огня, всё, что связано с огнём, да? Панически вообще, да. Я вообще люблю, когда люди курят, запах дыма вообще не переношу. Вы не курите? Нет. Печальная такая трагическая история, да? Да, трагическая. Научается, не на шелки, правда, не сходить, не курить. Олечка, сюрприз покажете? Да. Спасибо большое, мы посмотрим с удовольствием. Началось. Дмитрий, я для вас приготовила небольшой игровой сюрприз. Вот. Пойдёмте. Подружки, а вы чё сидите? Да. В этом мне помогут мои подруги. Они завяжут нам глаза, мы наденем на друг друга прищепки, и кто быстрее снимет их, тот получит приз. А какой, скажу, в конце. Классический советский свадебный сюрприз. А, куда на прищепки ты наступила? Класс. Всё, готово? Всё, пойдём. А вы где? Вы должны снять прищепки, да, друг у друга? Да, кто быстрее. Друг из друга, да? Да, да. Это такой такси. На теле хулиган. Это такси. Подождите. А чё туда сразу? Куда? В ноги. Это я не тебе, это я Димочке говорю. Давайте. Сейчас. Ну, стойте. Как он быстро всё... Ты посмотри, а. Сколько у вас? Да, совет да любовь. Сейчас, подождите. После этого сюрприза точно только дорога в Захс. Ещё одна осталась. Но зато сюрприз весёлый. Хоть чем-то нужно было повеселить. Спасибо, девочки. Очень приятно. Не забудьте. Я сейчас в комнату. А приз-то какой? Приз-то какой? Поцелуй. Поцелуй. А-а-а. Я очень смущалась. Да. Это как в фильме «Девчата». Мы, говорят, сегодня с тобой всё переделаем, а завтра что? А-а-а. У вас ещё... А, вот одна прищепочка слева на рукаве. Иди сюда. Иди сюда. Да нет. У вас ещё и свиданий-то ни одного не было, конфетно-букетного, а уже всё переделали почти. А-а-а. Мне он очень понравился. Ну как тебе? Я просто расплакалась. Девчонки, рассказывайте, как вам Ольга? Мне очень Ольга понравилась. Очень приятная, миловидная. Искренняя. Вот. Ну вот непонятно, если у неё был бодибилдер до этого, и как она будет общаться с папой. Он вроде как так интеллигент-тераписмен. Нет, я на месте дочери бы просто даже представить себе не могла, что ваш папа ещё это может делать, понимаете? Потому что фу-фу-фу, я не могу это просто даже с мамой одни фильмы смотреть. И всегда так было, и когда мне было 20. Я думала, что моя мама не такая, как все, что моя мама методом пучкования мне брата родила. А ты знаешь, а вот у меня психологически фу-фу не возникает при мысли об этом, но просто я не допускаю. То есть я вот не могу себе, это не из разряда невозможного, это не здесь. И мои дети то же самое. Они говорят, мама, нет, не надо, не говори, не делайте этого с папой. Вы обещайте мне, что вы никогда в жизни. А не все так говорят? Похоже, да. Вы не представляете, детка. Но всё будет. Вот всё то, что вы делаете со своим мужчиной, вот папка так же колбасится. Со словами «буха, ну не ладно». Понравилась вам Ольга, нет? Да, мне Ольга понравилась. Она открыта, искренняя, добрая. Как тебе жених? Очень понравилась. Ну, классно, да, вы так смотрите. Оленька я ей рекомендую, потому что, в принципе, ничего... Я рекомендую. Ничего у неё нет, она согласна. Девочка простая, ну, даже не потому, что она лизажистом Москве работает, она сама по себе, в общем-то, такая вот, и образование. Но, правда, не сможет разделить с вами интеллектуальные беседы, но будет очень внимательно слушать. Ну, поди, знаю, может быть, и сможет. Что порой это? Я считаю, что да. Хорошая, спокойная, примет вас, и возраст не смущает. Маши розыцы тоже рекомендуют. А что звёзды говорят? Не знаю, как насчёт оригинальных увлечений, но то, что у неё есть страстная жилка, это точно. Я думаю, что больше она распространяется на мужчин, согласно соединению Венеры с Марсом в Овне. Она человек действительно страстный, способный ярко влюбляться и переживать вот те самые бурные какие-то истории в отношениях. Я думаю, что она может быть чуток простовата для вас, и вот эти овновские проявления тоже могут быть. Чуть больше напора давать, чем нужно, какой-то резкости. Но я считаю, что с точки зрения досуга, с точки зрения каких-то совместных тем, можно найти и пересечить. Как вы думаете, я ещё молодая для него. Знакомьтесь со второй невестой датей. Дмитрий, добрый день. Меня зовут Екатерина. Очень приятно, Екатерина. Очень приятно с вами познакомиться. На память о нашей встрече хочу вам подарить маленький сувенирчик в виде сердца. Отлично. Давайте попьянёмся. Спасибо. Екатерина, 35 лет. Руководитель секретариата в автосалоне. Гордится своим водительским удостоверением, мечтает о дочке, предупреждает, что панически боится экстрима. Ради карьеры мужа Екатерина была вынуждена бросить работу и сменить место жительства, но в итоге всё равно осталась единственным добытчиком в семье. Надеется, что с Дмитрием она сможет почувствовать себя настоящей женщиной. Здравствуйте, девушка Весна. Здравствуйте. Я так понимаю, карьера вашего мужа не задалась, раз вы были единственной кормилицей в семье. Ну, этот молодой человек был... Кем он работал? Он работал автослесарем, он не был моим мужем, это был просто мой молодой человек. Как вам невеста? Ну, так неплохая, но это, мне кажется, как раз она для него простоватая. Я знаю, что вы москвичка, он из Брянска. Да. И вы так прямо влюбились-влюбились, что вы поехали за ним? Да. Так получилось. Это мои вторые отношения. А что в нём было такого, что вот девушка собирает чемоданы, из Москвы едет в Брянск к автослесарю, снимает там квартиру, берёт его к себе. А ты как думаешь? А ты как думаешь? Я думаю, только за одним я бы поехала. Кстати, хороший. Нет, ну то, чего мне не хватало в первых отношениях, когда я была замужем, я была один раз только замужем, получила... То этот автослесарь небо в алмазах показал. Ну, он был очень такой добрый, открытый, молодой человек. Этот называется «он был добрый открытый». Позитивный. Ну, видишь, она какая поехала с своим любимым. Ну, это она была по глупости. Неизвестность, по глупости. И вот вы с ним живёте, устроились на работу там в Брянске, да? Или было на что и так жить? Нет, я устроилась там на работу, да, в Москве уволилась со своей работы, устроилась там тоже хорошую московскую компанию, руководителем «Горячая линия» там работала. Сняла там квартиру. Он перешёл, приехал к вам? Ну, мы там, да, в Брянске вместе жили. Ну, вы счастливы были с ним? Я была, да, я не жалею, я считаю, что в жизни... А замуж не предлагал? Нет, предлагал, но я как-то не хотела. Ну, как-то не видела перспективы с ним. Сколько вы там с ним женихались в Брянске-то? Немного, три месяца. А, так это просто эпизод романтический. Да, это такой, один такой эпизод просто жизни. Но вам 35 лет, у вас есть дети? Да, у меня сыну 17 лет. Знаешь, в чём её плюс? В том, что у неё уже взрослый ребёнок, и у него взрослая дочка, и они свободны, и могут заниматься теперь собой. Слушай, ну я не считаю, что он тоже у меня прям какой-то... Ну всё равно, ну как бы я тебе говорю, её плюсы. А ребёнок с вами сейчас живёт? Ребёнок сейчас живёт последние два года с бабушкой, с моей бывшей свекровью. Ну, по жилищным, из-за жилищных. Во мне где жить? Нет, есть где жить. У нас двухкомнатная квартира, но я жила в комнате с сыном после развода. Он уже большой мальчик, у меня такой же... Нет, ну послушайте, лучше в одной комнате с сыном. Он рядом со мной, в соседнем доме живёт, мы каждый день видимся, я кушать ему готовлю. А с бабушкой лучше, да, чем с мамой жить? Ну не лучше, но он хочет жить в своей отдельной комнате. А вы бабушку тогда... А подождите, у вас квартира сейчас с бывшим мужем совместная? Нет, это моя квартира с мамой, с братом. Мне кажется, у меня был ребёнок, отдельно я бы точно меня дала бы жить. И вы ещё хотите девочку и мальчика? Можно и девочку и мальчика. Ну, конечно, я очень хочу ещё дочку, потому что считаю, что мне очень хочется реализоваться как мамы ещё раз, это всё прочувствовать. А мама, а сколько вам лет, мама? Мне в следующем году будет 60. Вот мама очень хочет мальчика. Ну вот вы как раз с дятем будете, одно поколение. А чё? Вам-то весело будет. Мама у меня очень такая позитивная. Я думаю, 15 лет разницы, Дмитрий, выглядит восхитительно. Ну 10 лет между дятем и с детьми? Ну и что? Да ничего, да ничего. Самое главное, что... Главное, душа в человеке. Вы не старше своей потенциальной тёщи, ну что здесь такого? Молодые мне не нравятся. Ну вас стали всегда сколки, да? С ними нечего делать. Ну, значит, точно, надо брать, производить моё впечатление. Чего вы хотите от брака, кроме детей? Ну, в первую очередь, я даже, наверное, не то, что прям официально хочу выйти замуж, я хочу встретить любимого человека. А как, вы не хотите официально выйти? Нет, хочу, конечно, но в первую очередь нужно... Пассажительствовать. Ну, нет, в чём пассажительствовать? Любви хочется. Любви, я хочу любви, я хочу любви, я хочу мужчину, с которым мне будет приятно поступать. Слушайте, а вы вот такой красивый венок, это специально на программу или вы в обычной жизни в метро тоже можете так поехать? Нет, в обычной жизни. Нет, Лариса, в обычной жизни, естественно, я хожу в другой одежде, тем более у меня офисная работа. Это вам дизайнер посоветовал? Нет, я сама. Или ваше... Ну, очень красиво. Я сама вот в цвет платья. Очень красиво. А вот там у вас штучки какие-то лежат? Да, это я вот принесла сувениры, также я принесла ещё пироги. Все с подарками, а мы с... как ты сказал, кто-то у нас? Талисман? Приносящий удачу? Я с удачей. И также хочу подарить такие сувенирчики, это сирка. Спасибо большое, а это правда нам или потому, что Роза сказала? А то, может быть, это... Нет, 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 я Дмитрию уже подарила. Это сирка просто... вы же объединяете, ваша передача объединяет сирка. Это вы сами шили? Ну, нет, это мне подруга шила. Ну, она, возможно, дети цветовки. Какую-то лёгкость хотела произвести, произвести на неё какое-то впечатление. Лёгкой девушке. У вас осталось два бонуса, минуты наедине или семейная традиция, либо тайна. А, семейная традиция. Наша семейная традиция, мы когда собираемся всей семьёй с моими подружками, мы делаем вареники с сюрпризами. Сюрпризы — это жениху пусть он вытянет. Да, это вот седонные вареники, а это сюрпризы. Это с сюрпризом жениху протестирует. Да, там или монетка, или пуговичка, то есть смотря, с чем попадётся вам вареник. У меня протезы, у тебя тоже, наверное, аккуратно надкусывай, а то без зуба пастаешь. А ты, наверное, лучше просто разломать. А ты выбирай вилочкой, можешь не надкусывать, перейдём протезы. Надо было больше творить, принести в кастрюлю. Больше чего? У тебя свои кулинированные способности. Теперь сюрприз. А мне уже переодеться? Давайте переодеться. Мама, что делал? Спасибо. А, молодец. Пусть каражок? С удовольствием. О, в чём любишь? Сиди, сиди. Тут я официантка работаю. Чаевые готовить? Сложно будет после такого удивить. А у нас чуть только не до развода. Мой муж сказал, он говорит, я хочу тандыр поставить. Шикарно. Я говорю, представляешь, у меня там два выходных в месяц. К нам мама приходит бедная, несчастная, а я в платке, в длинной юбке. Знаешь, так сижу, я тебе лепёчки с тандыром. Понимаешь, у меня текст с одной стороны. Я говорю, мне только тандыра для общего счастья. Я тебя представляю прямо. Кошмар. Тандыр очень удобно. Очень. Баранья нога там. Да, удобно, когда к нему повар к тандырной прилагается ещё. Ну, давайте, сюрприз готов, посмотрим на него. Не можно я оттуда? Какой сюрприз будет, интересно. Я знаю, что вам нравится индонезийская кухня. Я тоже как-то была в Индонезии на острове Бали. Мне очень понравились там свадебные обряды. Вот свадебный обряд у них заключается в том, что нужно совместно разбить кувшин. У кого останется большая часть, тот и будет глава в семье. Давайте попробуем, как у нас это с вами получится. Оденем перчаток. Давайте попробуем. Сегодня у него все свадебные обряды. Так это ж на свадьбе такой обряд. Да, это свадебный такой. Не ревноватый. А у нас генеральная репетиция. А у нас генеральная репетиция. Давайте вместе. На раз, два, три, я думаю, да? Раз, два. Вот будем разбивать. Это кирпичам. Давайте. Раз, два, три. Оп. Раз, два, три. Давайте вот так попробуем. Не будет семей. Три, четыре. Раз, два, три. Опа. Ну, у вас вот осталась большая часть, поэтому вы как мужчины, как военные, у вас, значит, будете в углу вашей семьи. Хороший перпочек. Макс. Ну да, интересно. Да, оригинальный очень. Забирайте цветы. Разве своей дочке. Спасибо вам. Александра и Ксения, давайте обсудим Екатерину. Как она вам? Мне она очень понравилась. Вот я именно такую девушку, наверное, посоветовала бы папе, который бы ему готовила, любила, холила, лелеяла. Вот она вот открытая, такая уже, если правильно выразиться, созревшая женщина. Пожившая, 35 лет. Да, хитрости в ней нету. Вот хорошая. Все женщины хитрые. Больше, меньше. Все. Да. И чем больше женщина показывает, что она бесхитростная, тем она это все... Ну, либо совсем уже человек простой, на пороге постой. Ты понравилась дочке, вы вообще бы очень хорошо дружили, подружками были бы. Вам понравилось? Что-то смутило? Мне понравилось, Катерина. Удивительная, легкая, открытая, способная сопереживать и сочувствовать. Понимаете, что она принимает решение, так же быстро отменяет? Да. Что трудности она терпеть не будет? Ну, она сделала трудное решение, бросила Москву и уехала в Брянск. Она ребенка бросила, а не Москву. Ну, как минимум. Ну, я воспринимаю на первом плане ее отношения. Значит, она полюбила мужчину и поехала за ним. Я не бросала ребенка, он был с мамой. Мы же с тобой поехали в Брянск. Я вас вижу вместе, почему нет? Да, Василиса. Я не только вижу, я вас чувствую вместе, хорошо чувствую, потому что у нее луна в рыбах. И мужчина-знак рыбы – это тот человек, который на нее способен очень сильно влиять. Она действительно человек рациональный и при этом очень быстро хватающий настроение окружающих. Она очень легко меняется вместе с окружающей средой и вместе с настроением партнера. Если вы чувствуете в себе радость жизни, если вы готовы в свои внутренние терзания не передавать окружающим, себя контролировать, сами понимаете, можно изливать на близких это, а можно с ними быть наедине и прорабатывать сложные моменты с собой. Тогда, я считаю, что можно выбирать ее смело. Очень хороший для вас вариант. Вот она, Василиса, молодец. Как приятно. Она, Василиса, молодец. Еще есть одна невеста. Проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Дмитрий. Я надеюсь, что наша встреча с вами сегодня не случайна. Очень рад. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Какая вы хорошенькая. С кем вы? Это мой сын Даниил. А это моя подруга Ирина. С подругой похожи, как сестры. Спасибо. Вы балерина? Да. Всем известно, какой-то адовый труд. Я согласна. Вы приучены прямо вот, да, как только пошли в балетную школу? Это была моей мечтой. Я всегда хотела быть во внимании. Все сложилось? Да. Она очень красивая, она мне прям худенькая. Вот это мне нравится больше, девочка. Чем первая, да? Чем первая, да. Сколько вам до пенсии? Семь. Семь лет осталось, да. То есть, Сташа у нас 20 лет, я работаю в театре 13 лет. И вот вы знакомитесь в театре с коллегой. Ой, да. Когда подошел он ко мне сам и сказал, ты едешь на гастроли? Я говорю, да, я еду на гастроли. И, в принципе, с этого начался наш роман, так скажем. Вот, я приехала на гастроли, там он проявлял ко мне всякие знаки внимания. Мы поехали кататься на каруселях. Достаточно весело было. Ну, как это часто бывает. Потом съехались, поженились. Ну, не сразу, да. Понятное дело, в браке родился ребенок. Да, ребенок родился в браке. Подходит она ему? Как ты считаешь? Ему? Смотрит Саня? Думаю, нет. А потом что произошло? Почему вы не вместе? Вы коллеги, часто такие браки, долговечные. Ну, дело в том, что он не особо любил работать. Он получил травму, вот. И его реабилитационный период задержался. Вот. А видя, что я трудоголик, он как-то так расслабился. Играя в компьютерные игры, не обращая внимания ни на меня, ни на ребенка, ну, мне стало обидно как-то тоже. Ну, и из театра его начали выгонять, потому что амбиции у него было много. Он очень такой талантливый был мальчик. Но дело в том, что работать он не хотел никогда. Самая лучшая невеста наша Катя. Нет, ну понятно. А мы с тобой потенциальная невеста, нас увидит вся страна. Потом его выгнали из нашего театра, и он поехал в Ростов. Я была готова поехать за ним в Ростов, даже имея и квартиру, и работу в театре. Но у него там не получилось ничего, его тоже оттуда выгнали. И вот это было окончательным щелчком. Я сказала, что нет, я больше не могу так. Сама себе сказала. Вот. Но тут еще добавила плохого всего свекровь. Да, свекровь. Как вы узнали, что она аферистка квартирная? Дело в том, что я уезжала на гастроли в Ванкувер, и она сказала, говорит, Леночка, вам нужно, наверное, увеличить жилплощадь. Она была агентом по недвижимости. Я такая, ну, в принципе, да, я согласна. Ну, говорит, давайте вы напишите мне доверенность, вот, и я все вам организую. Но сделка сорвалась, я приехала. Ну, мне очень хотелось, конечно, квартиру больше, и, как бы, чтобы у ребенка своя комната была, и чтобы все было хорошо. Вот. Я уезжаю, приезжаю, сделка срывается, я еду узнавать, почему все так произошло. И мне говорят, а мы не хотим, покупатель мне говорит, мы не хотим заключать никаких договоров, потому что тут махинации. Я говорю, какие? А дело в том, что ваших свекровь, так называемая, хочет две комнаты купить мужу на ваши деньги, а две комнаты купить вам. И я пошла быстренько, взяла под руку своего бывшего мужа и говорю, слушай, ну, мне кажется, не совсем честно, давай... Сейчас в каких отношениях с бывшим мужем? Ни в каких. Не помогает ли ребенка? Нет. Вот послушаешь каждую невесту, в нашей стране все держится только на женщинах. Где у нас в стране мужчины? Вам 33 года, Дмитрию 50-17 лет, разница не смущает? Нет. Ну, меня тоже нет. У вас остался один бонус, минута наедине. Просто статуэточка. Нравится? Ну, такая интересная девушка, такая миниатюрная. Удивительно, в городе живешь. Да, я люблю Петербург, но там очень холодно, к сожалению. Мне бы, конечно, хотелось быть там, где тепло, открыть свою школу, конечно, в Сочи. Ну, холод, это не страшно, зато культурные ценности. Я сидела, пила кофе, и он ко мне подошел так умно и говорит, вы Роза Сибитова, я знаю. Причем без всяков, без стеснения это. Я говорю, а ты знаешь, что ты красивый мальчик? Он говорит, да, я знаю. Но нравится дядя Дима-то? А сколько тебе лет? Мне шесть с половиной. А ты танцуешь вообще? Да, я вчера выступала. А быстро покажи нам что-нибудь на сцене, пока мама прям дает тебе целую минуту. Мне очень много бы хотелось вам чего сказать, но, к сожалению, время не переограничено. И важно, главное, не сколько времени провести, а когда. Да, да, да. Выступает Даниил Шпагат. Смотри-ка, а носочки как при этом он тянет. А может быть что-нибудь это? А Гранд Батман? Молодец. Мне, к сожалению, придется сейчас с вами чуть-чуть попрощаться. Я хочу переодеться, и я приготовила вам сюрприз. А ты хочешь вообще стать балетным? Балерным? Ну, достатушно. Хочу стать. А как? Вот я теперь не представляю, как, ну, если к вам переедут, или вы в Санкт-Петербург будете квартиру покупать? Да, я не думаю, что есть какие-то проблемы. Можно в Москве, можно в Москве. Послушай, во-первых, Елена уже пенсия сегодня-завтра. Во-вторых, она, я думаю... Да, но здесь кто ее? Там-то, по крайней мере, у нее все есть, в общем-то. Она чего? А здесь она будет с козочками, как и Смиральда, будет дрессировать их. А если что случится с козочками? И четыре раза выступал на сцене. Да, молодец. А сегодня пятый. Мальчик, молодец. Мальчик, хорошо, молодец. Хороший вообще. Не попростеснялся, выступил, да? Я во втором классе. Да ты молодец. А хочешь братька или сестричку? Сестричку. Можно я твой секрет открою? Не будешь на меня обижаться? Точно? Я говорю, это... Ну, ты красиво. Он говорит, да, я знаю. Меня, говорит, даже девочка целовала уже. Да. Вот так. Хорошая девочка ты. Да, Ульяна. Сразу, а у тебя как на день рождения? 14 ноября, скорпион. Вау. Боже мой. Можно я тебя обниму? Да. Ну, подойди ко мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Выросли дети. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ахудырлик. Ахудырлик. Ахудырлик какой. Ну, боже мой. Ну, просто... Можно я тебе подарю на память? Не, это ваше. Смотри. Лариса, какую ерунду даришь. Был, дарила бы машинку. А я тебе... А дай ручку чем писать буду. Напишу сейчас Даниилу с любовью. А, это бери, Дань, бери. Автограф Ларисы, это дорогого стоит. С любовью. Спасибо. Пожалуйста. Дала твое сердечко. Ну, ничего страшного. Даниил, если тебе негде будет жить, потому что мама там-то будет переезжать или еще что-то, я тебя могу к себе забрать. На какое-то время. Не на совсем. Потому что маму у тебя хорошую жизнь, я на совсем буду забирать. Так, поносить. Понял. Понял? Если что. На руках. Поносить на руках. У меня, знаешь, какая дочка? Она обожает мелких. Она будет с тобой тоже играть. Она танцует. Понял. Приедешь? Не знаю даже. Ну, ладно, подумай. Послушай, я хорошая. Сюрприз готов. Давайте посмотрим на мамочку. Я уже догадываюсь, какой сюрприз будет. Ну, да. Скоро все это будет танцы. Да. Балет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Я люблю тебя Ну, проходи Вот такую женщину взять в жены Это же счастье, мне кажется Характер хороший Да, покладистая Любящая Потом, мне кажется, нет ничего лучше, когда Жена, вообще женщина связана с творчеством Это так по-женски А мальчик какой, смотрите, чудный Ой, спасибо, это что такое? Это Лариса мне подарила с любовью Ой, молодец Ты же обняла меня Что скажете, девочки? Таланты-то прекрасны Не знаю, типаж ли это папы Ну, интересны очень Ну, в отличие от Екатерины, конечно, она пирожками с варениками баловать-то не будет, папа Да, не знаю, но папа прекрасно готовит Зато для любви, для вдохновения Представляешь, папке уже на шестом десятке Вот такую вот бабочку рядом с собой Чудо, как хорошо Прекрасно Дима? Удивительная девушка Грациозная, очаровательная Целеустремленная Потому что ее желание что-то основать и сделать свое Мне тоже очень нравится Но не умеет она пирожки Как вот говорят Путь к сердцу мужчины Либо через его эго, да Либо через его желудок Нет Сначала через эго, а потом уже к желудку А потом, кто знает Может быть, она и хозяйка Хороший мы просто вопрос не задали Им вечно все нельзя балетным Как гимнасткам тоже И спортсменам Ну вот мы с ней вместе обедали Очень даже ест Не отвела ручку? Нет, не отвела ручку Во-первых, мне она без вот этого Больше понравилась Прямо такая естественно Красивые очень глаза А сейчас прям на яичку Ни Нидзе похожа Ика, привет, если смотришь Я бы хотела, чтобы он зашел Но я не знаю Я не уверена в себе Дмитрий, у вас был уже опыт Женщины, которая жила в другой стране Вас развело расстояние по большому счету Боюсь, что как бы не случилось бы То же самое Потому что завтра она не побежит За вами бросать все Вам придется ездить Послушайте, спомойте с Бога Санкт-Петербург, Москва Четыре часа Это как по пробкам Домодедово Это очень хорошо Это не те расстояния Чтобы заострять внимание на них Василиса, а что звезды там подсказывают? Активная, энергичная Бойкая и боевая И, к сожалению, она человек По своему складу такой Которому сложно не попадать В сложной ситуации Не говорю, что она все время Будет находиться в пучине Каких-то конфликтов Но квадрат Луны с Марсом И вообще в целом Марсианская напористая натура И сюрприз даже Вот этот в черно-красных Именно тонах подтверждает Вы должны быть с ней Готовы к самым разным сюрпризам Жизнь с ней спокойной не будет Она человек, который молчать не будет И за словом в карман не полезет Если что, не по ее Будет активно отстаивать Свою жизненную позицию В общем, такая бойкая Да, конечно, конечно Но ты достойная Те, кто понравился больше Кого ты видишь Ну, я жду вашего совета Что вы мне скажете Я уже соберу советы и приму Мне очень понравилась Вторая невеста Мне тоже Екатерина Екатерина Мне очень понравилась Она очень мягкая Добрая, хорошая Пирожки, вареники Ну, вот Елена тоже очень интересная Ну, мне кажется, это вот Вообще не из нашей истории Сильная А вареники тоже, я смотрю, нравится Да, и пирожки Как бы не без этого Нам, правда, нравится Екатерина Но ты сам делай свой выбор Ну что, девчонки, советуйте Мы приняли общее решение с Ксенией Нам очень понравилась Екатерина Спасибо Я тоже думаю Елена мне понравилась, безусловно Потому что она человек творческий Она мне ближе всех остальных Но творческий человек на большого любителя Это нужно женщину любить больше, чем себя Это тогда ты будешь восторгаться Тогда ты будешь ее впереди себя Тогда где-то наступишь себе на горло Собственному соволюбию Потому что твоя красавица Твоя богинька Твоя женщина И ей рукоплечь И так далее Нет, если вы хотите комфорта для себя То, конечно, вы выберете Екатерину Она будет для вас Роза, кого советуешь? Мне, конечно, Елена понравилась И я вижу этот прекрасный тандем Правда Я тоже вижу Ну, я тоже вижу Я вижу этот прекрасный тандем Потому что у тебя есть ребенок Он мне очень понравился И видно, глаз горит Это немаловажно Просто не хотелось бы думать Что все-таки Помимо молодого тела Мужчина в дополнение Ищет только Еще и комфорт Который этот А не готов Еще все-таки Отдать что-то Елена труженица Она труженица Понятно Понятно Мне нравится Елена Выбирайте Екатерину Ну вот Я бы хотела, чтобы он ко мне зашел Я тоже хотела бы очень, конечно Чтобы он Потому что я вижу Я вижу, что это ты будешь Потому что вот И пирожки, и пицца твоя вкусные У меня нет сомнений, что Екатерина Потому что вам нужна женщина воздушного знака И она единственный воздух весы Среди присутствовавших девушек И у нее луна в рыбах Ну, конечно, это союз Который имеет большие шансы На то, чтобы иметь какое-то развитие Не будет, наверное, секретом Что не все пары в нашей студии В принципе могут сложиться Потому что выбора с трех партнеров Это мало Заведомо мало всегда Но, тем не менее Я считаю, что это тот случай Когда чудо возможно Тем не менее У нас такое количество пар уже И уже столько детей В общем, себя слушайте В любом случае Ваше сердце приведет вас туда, куда нужно Мы вас поддержим Вас не пугает, что у Анны Две девочки с инвалидностью? Нет, не пугает Дмитрий Юрьевич Ваша жена находится в дворке Ее определили Белая горячка Выходите Давайте, Дмитрия, поддержим Я на пальчики встану Очень рада Я тоже очень рада Мы встретились сегодня, что мы познакомились и увиделись Взаимно Я очень хотела бы И тебе я очень рада Давай, в пять Даниил Я очень рада Очень бы хотела, чтобы вы приехали к нам в театр И посмотрели на меня на сцене С удовольствием Посмотрю И гости Да, и будут гостем А я думаю, что вы к нам зайдете Да, вот так получилось Спасибо, очень приятно На перекор практически всем Спасибо Так что у вас за страшная свадьба Будем готовиться У нас есть пара Дмитрий и Елена Если вы одиноки Или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я, Лариса Гузеева, желаю Чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, поженимся Удачи Спасибо большое Спасибо 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 Спасибо